В сухом лагу 11-летний мальчишка возвращался домой из школы на электросамокате Куга М4 и попал под машину. Рулил Ладой Вестой 60-летний мужчина из села Знаменское, который, проезжая по улице Рябиновой, никак не ожидал встретить школьника, который вылетел на дорогу из-за высокого фасада магазинного комплекса и не успел затормозить. Мальчика со сломанной ногой в больницу увезли. По словам отца, сын после урока до дома не доехал буквально метров 60. Мальчишка выезжал с торговой площади и не заметил серую легковушку на серой грунтовке. Отцу мальчика уже прилетело две административки. Во-первых, за то, что он в июле купил 11-летнему сыну электросамокат, что называется не по возрасту. У этой модели двигатель 500 Вт и разгоняется он до 40 км в час. То есть по мощности электросамокат сопоставим с мопедом, на который нужны права категории М. И обязательно мотошлем и так называемые средства пассивной защиты на коленники и на локотники. Ничего этого у школьника не было ни при себе, ни в школьном ранце. За что теперь родителям ответ держать, в том числе за ненадлежащее воспитание сына. Обычно с такой формулировкой наказывают родителей, которые не углядели за своими чадами по причине запоя. В сухоложской истории все наоборот. Чрезмерное чадолюбие закончилось больничной койкой. К слову, в подарок к школе отцу в копеечку влетел. Такой электросамокат с сидушкой в магазине стоит 1035. После ДТП сотрудники ДПС в очередной раз доходчиво объяснили родителям, какой самокат можно ребенку покупать и где на нем разрешено ездить. Мощность двигателя электросамоката для детей не должна превышать 250 бат или треть лошадиной силы. На таком самокате, как и пешеходы, можно кататься по тротуарам и велодорожкам, хотя в сухом лагу о последних, вероятно, пока и слыхом не слухи были. А там, где нет даже тротуара. Юные электросамокатчики могут ехать по краешку проезжей части навстречу потоку машин.